Здравствуйте, Накрасьте! Меня зовут Анна Кравченко и вы на моем канале. Сегодня я отвечу на самые часто задаваемые вопросы по ламинированию бровей Броу Фикс Ап от Элан. Нужно ли смывать первый состав водой? Обязательно нужно смывать и первый, и второй состав водой, потому что первый состав имеет челочной pH, а второй состав имеет кислотный pH. И после второго состава мы, кроме того, что смываем его водой, также мы используем Detox Smooth для того, чтобы хорошо очистить кожу и волос от химического состава. Нужно ли закрывать бровь пленкой? Это все зависит от жесткости волоска, потому что когда мы закрываем пленкой, мы увеличиваем температуру. Чем выше температура, потому что кожа у нас 36,6, да, температура, а в помещении, например, 22-23 градуса. Чем выше будет температура, тем быстрее будет работать состав. Поэтому можно как закрывать, так и не закрывать пленкой. Что делать, если у клиента чувствительная кожа, либо сухая кожа? Я вообще сейчас сделаю ламинирование только с защитным кремом от Элан, да, с защитным органовым кремом. Наношу его полностью на всю бровь и на кожу вокруг брови, перед первым составом и также перед вторым составом. Даже если у вас суперчувствительная кожа у клиента, либо сухая, он вообще не почувствует никакого там жжения, либо неприятных ощущений. Что делать, если после первого состава волоски стали светлее, но клиент не хочет окрашивать брови, а хочет вернуть свой естественный цвет? Тогда нам нужно не окрашивание, а нам нужно просто затонировать. Чем мы можем затонировать? Нежелательную желтизну мы можем убрать с помощью бустера Элан, смешав его в пропорции 1 к 1 с окислителем. Изначально мы наносим полностью на всю бровь защитный крем с органовым маслом и дальше наносим уже нашу смесь. Буквально на 30 секунд, максимум 1 минуту. И вы получите тот же цвет волос, который у вас и был до, да, и нейтрализуем нежелательную желтизну. Почему волос светлеет после первого состава? В волосе у нас есть меланин, эл- и феомеланин. Он нерастворим в воде, но он растворим в щелочной, либо в высококислотной среде. Так как первый состав у нас является щелочным, то есть 9,9,5 pH, то, соответственно, меланин начинает у нас растворяться, и из-за этого волос светлеет. То есть это нормальная химическая реакция волоса. В зависимости от того, у какого клиента больше эл- и там, например, гиба феомеланина, соответственно, и осветление у каждого клиента будет разное. Что делать, если клиент после ламинирования хочет рыжие волоски и не хочет окрашивания на коже? Ответ очень простой. У вас есть бустер Elan Orange. Вы просто точно так же, как при тонировании, используете один к одному с окислителем, наносите органовое масло и окрашиваете, уже тонируйте волоски оранжевым бустером. Если он хочет рыжие брови, и чтобы у вас был свет и на коже, тогда я вам рекомендую оранжевый бустер Orange добавить в гей-краску Elan 03 цвет, и вы получите красивые рыжие брови. Почему может шелушиться кожа после ламинирования? Кожа после ламинирования шелушится тогда, когда вы травмируете кожу с помощью... Еще раз. Почему шелушится кожа после ламинирования? Кожа может шелушиться из-за того, что вы слишком прочесываете щеточкой. Я вообще сейчас... Вот первый ролик вы смотрели с ламинированием, там я прочесывала щеточкой, я для вас обязательно сниму, как я сейчас работаю, с помощью кисточки. То есть я даже волоски не прочесываю. Поэтому меньше травмируйте кожу, и ничего у вас не будет шелушиться. Еще был такой вопрос, что оставили составы открытыми и не знают теперь, работают они, либо не работают. Это очень легко проверить. Когда вы наносите первый состав, вы смотрите на волоски. Если волос начинает светлеть, значит состав работает. Если волос не светлеет, значит ваш состав не работает. Нужно ли наносить масло в конце процедуры? Я не наношу масло в конце процедуры, потому что не люблю слипшиеся волоски. Я в конце процедуры наношу Color Fix. Тут находится кератин, хиригенол, то есть все те компоненты, которые у нас максимально восстанавливают волос, но не зажирняют его. Как сделать четкую линию при окрашивании после ламинирования? Вы должны помнить, что после ламинирования кожа у вас будет окрашиваться в два раза хуже. Поэтому вы цвет берете в два раза темнее, чем вы хотите получить. И изначально, когда вы наносите краску, изначально наносите на нижнюю линию, и ждите, пока нижняя линия у вас не прокрасится. А дальше мы уже подтягиваем краску вверх на всю бровь и таким образом тонируем ее. И вы получите четкий цвет на коже. Если вы хотите получить достаточно контрастный цвет на коже, я вам советую тогда окрашивать краской из системы Smart Brow Intense System, и вы получите очень четкий отпечаток на коже. Я надеюсь, информация для вас была полезна. Также в комментариях вы можете писать вопросы, которые у вас есть еще и на которые я не ответила. И в следующем видео я обязательно на них отвечу. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...